МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне лётчикам Андрею Ничепорчику и Никите Куканенко посмертно присвоено звание Герой Беларуси. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Продолжается реконструкция парка имени 30-летия ВЛКСМ. Там уже начали устанавливать новые лавочки. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа Вести Барановичи. 1 декабря с 8 до 11.00 по телефону 67 1166 проведёт прямую линию первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по городу Барановичи Людмила Бобей. В этот же день с 8 до 11.00 по телефону 66 29 28 проведёт прямую телефонную линию первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Барановичскому району Александр Тимощик. Накануне летчикам Андрею Ничипорчику и Никите Куканенко посмертно присвоено звание «Герой Беларуси». Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Еще свежа память о трагических событиях, которые развернулись в небе над нашим городом 19 мая 2021 года. В тот день два летчика ценой своей жизни сделали все, чтобы не допустить жертв среди жителей нашего города. Сегодня о трагедии напоминают венки и цветы на месте падения самолета. Сюда их приносят неравнодушные люди, чтобы выразить дань уважения погибшим пилотам. Накануне летчикам Андрею Ничипорчику и Никите Куканенко посмертно присвоено звание «Герой Беларуси». Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Командир и летчик учебно-боевого авиационного звена учебно-боевой авиационной эскадрильи 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны вооруженных сил удостоены этого высокого звания за мужество и героизм, проявленное при исполнении воинского долга. Присвоение указом президента Республики Беларусь майору Ничипорчику и лейтенанту Никите Куканенко звание «Героя Беларуси» посмертно важны с точки зрения уековечения памяти и патриотический шаг в истории нашего города, в истории государства. Тот подвиг, который они совершили в мае текущего года, будет надолго храниться в памяти жителей города Барановичи, в памяти родных и близких погибших героев. Свежа память и у жителей данного района, которые с момента трагедии уже считали их героями. И несмотря на то, что следов катастрофы уже практически не осталось, память в сердце останется у них навсегда. Я считаю, что заслуженно. Так уходили, так спасали всех людей, всех. Спасибо им большое. Да, мы согласны, что здесь должен стоять какой-то памятный знак. Памятный знак, увековечивающий подвиг героев в Беларуси, будет установлен непосредственно на месте их гибели. Автором идеи памятного знака стал майор Александр Чернышев, который служит в 61-й истребительной авиационной базе. Он предложил изобразить на памятном знаке двух кованых журавлей, улетающих в небо. По задумке автора проекта, птицы летят на фоне силуэта самолета Як-130. На лицевой стороне гранитной плиты будут нанесены имена героев, а на обратной – последняя расшифрованная фраза переговоров. Катапультируйтесь. Нет, город под нами. В настоящее время идут проектные работы по установке памятного знака. На данный момент идется обследование площадки, чтобы уточнить местоположение ее, вид покрытия и так далее. И согласовать объем работ с заказчиком. Планируем в середине декабря выдать проектную документацию, начало строительства, начало 22-го года. Напомним, во время учебно-тренировочного полета под Барановичами 19 мая потерпел крушение военный самолет Лицкой штурмовой авиабазы Як-130. Погиб экипаж, командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиабазы майор Андрей Нечепорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й штурмовой авиабазы лейтенант Никита Куканенко. От момента возникновения аварийной ситуации до падения самолета прошло чуть более минуты. В этих условиях неимоверными усилиями на высоте около 50 метров экипажу удалось стабилизировать направление полета и направить Як-130 в единственную точку, которая была вне жилых построек. Как было установлено позже следствием, причиной трагедии стал отказ системы управления самолетом. Елочные базары начнут работу в Баранчах с 21 декабря по 31 декабря. Режим работы елочных базаров с 11 до 19.00 без выходных. Елки можно будет приобрести на территории Лесхоза по улице Маяковского, 7. На площадке на улице Минска рядом с домом номер 12 ТЦ Афгансервис. На площадке рядом с магазином Еврооп на улице Франциско Скорыны, 17А. На парковке по улице Текстильной, 14А, рядом с магазином Евроопт. На площадке по улице 50 лет БССР у магазина Алми и на площадке по улице Тельмана, 165 у магазина Алми. Продолжается реконструкция парка имени Трестилетия в ЛКСМ. Накануне там начали устанавливать новые лавочки. В парке имени Трестилетия в ЛКСМ, который горожане именуют молодым парком, начали устанавливать новые оригинальные скамейки. Установка скамейка осуществляется в рамках проводимой реконструкции парка. Сами скамейки имеют весьма необычную и в то же время удобную форму. Высокая спинка и плавные изгибы позволят всем гостям парка поистине насладиться комфортом пребывания в парковой зоне. Новые скамейки устанавливают в специально предназначенных карманах центральной аллеи парка. от улицы Комсомольской в направлении фонтана, расположенного в центральной части парка. Конструкцию новых лавочек предложили специалисты управления архитектурой и градостроительства Барановичского горе-сполкома. А вот воплощать в жизнь эту задумку взяли сразу несколько предприятий. В частности, на Барановичском станкостроительном заводе филиале ЗАО «Атлант» отлили чугунные ножки. Барановичский лесхоз в качестве спонсорской помощи безвозмездно выделил древесину для изготовления сидения. Ну а уже работники завода строительных деталей и конструкций изготовили из этой древесины рейки и собрали скамейку воедино. Баранович Римстрой, в свою очередь, предоставил необходимые материалы для обработки дерева. После изготовления лавочек работники Барановича Римстрой установили их на свои места. Всего в парке планируют установить 52 такие скамейки. В перспективе появятся и новые урны для мусора. Помимо этого, в настоящее время продолжаются работы по реконструкции пешеходных дорожек парка. С одной стороны, готовится основание и устанавливаются бордюры под будущую дорожку. А с противоположной стороны парка уже идет укладка мелкоштучной плитки. Работы в парке будут продолжаться до тех пор, пока будут позволять погодные условия. Согласно запланированным срокам, окончание реконструкции парковой зоны установлено на 2022 год. На отчетно-выборном собрании Барановичской городской организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане председателем избран Александр Шостик. Заместителем председателя стал Сергей Колодко. Полностью обновлен совет городской организации в составе 9 человек. Сейчас на учете состоит 502 бывших воина-интернационалиста. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всем доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова